Это Киномания, Айур Базаров. Погнали! Сегодня начнем с новостей. Закончился Кинотавр. Местный аналог Каннского кинофестиваля раздал призы. Главный приз Гран-при фестиваля достался фильму «Хороший мальчик». Этот фильм также получил приз зрительских симпатий. Кино рассказывает о переходном возрасте одного девятиклассника, который не может понять, кого он любит больше – свою учительницу или свою одноклассницу. Константин Хабенский сыграл роль отца будущего ловеласа. Он же, кстати, получил приз за лучшую мужскую роль, но за другой фильм – «Коллектор». В «Коллекторе» Константин является единственным актером фильма. В нем его персонаж пытается решить все свои проблемы по телефону. Предлагая прокатчикам сменить название фильма «С коллектора» на «Костя Хабенский застрял в пентхаусе». Глядишь, и кассовые сборы будут намного больше с таким названием. «Послушай, в Уждании собираются какие-то ненормальные». «Хорошо, я выложу видео целиком. Если ты выпрыгнешь сейчас с балкона, ты можешь выбраться через подвал». «Я скоро все докажу. Дай мне час». «Соскучился?» «Правда, бывает ужасно скучно». Неутешительные новости приходят из США. Из 16 вышедших на данный момент США сиквелов, 15 выступили слабее предыдущих частей. Что это? Конец эры сиквелов или просто временное явление? Если кассу некоторых из этих фильмов все равно можно назвать достойной, то сборы таких фильмов, как «Дивергент 3», «Белоснежка. Охотник 2», «Алиса в зеркале», «Черепашки Ниндзя 2» нельзя назвать успешными. Единственным фильмом, который улучшил кассу предшественника, стал «Первый мститель 3. Противостояние». Ну, оно и понятно, это Марвел как-никак. С одной стороны, хорошая новость. Голливуд, наконец, призадумается и начнет выпускать больше оригинальных проектов. С другой стороны, некоторые сиквелы получаются достаточно качественными. И такие фильмы – это хорошая возможность увидеть любимых героев вновь. Например, в «Поисках Дори». О ней мы поговорим далее. Спустя 13 лет на экраны выходит долгожданное продолжение мультфильма «В поисках Немо», который завоевал премию «Оскар» и собрал в прокате более 900 миллионов долларов. А самое главное – получил любовь и признание зрителей по всему миру. Действия мультика разворачиваются спустя год после события оригинала. Дори – синяя, добрая рыбка, страдающая провалами памяти. Она упорно пытается найти свою семью. В этом ей помогут Немо и Марвин, а также множество новых персонажей. Дисней и Пиксар еще пока не разочаровывали своих зрителей, поэтому надеемся, что мультфильм окажется как минимум не хуже первой части. «В поисках Дори» 16 июня. С нашей первой встречи ты учила меня делать то, о чем я даже не мечтал. Получается! Безумные вещи! Пора, пора, давай, давай! Это плохо. Мам! Пап! Дори, крабы – местные ребята. Если они жикнули, на то должна быть причина. А, вот и причина. Это определенно не моя мама! В поисках Дори. Мне отсюда не видно. Куда теперь? Направо! Леви! Нет, 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 правей, правей! По-твоему, голос звучит внутри тебя? Заклятие 2. Продолжение приключений и следователь паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уоррен. В этот раз они занимаются делом полтергейста из Энфильда, чтобы помочь матери-одиночке и ее дочери в борьбе со злым духом. Могущественный демон претендует на звание главного владыки этих мест. Горожане, подозревая в бедах друг друга, перессорились между собой. Убийство, самоубийство или оба? Еще один сиквел и премьера этой недели – Заклятие 2. Фильм как бы основан на реальных событиях. И на этот раз действие разворачивается в туманных пейзажах Англии. Создатели обещают, что фильм заставит испугаться всех любителей жанра. По первым отзывам критиков, фильм получился не хуже первой части. Отмечает отличный детективный сюжет, мистическую атмосферу и хорошо прописанных персонажей. Убедиться, так ли это можно в кинотеатрах с 16 июня. Ваша семья просто пешки. Что-то нечеловеческое хочет убить тебя. Если мы продолжим... Остань нас в покое! Ты умрешь. Устали от попусовок фильмов типа «Варкрафт» и «Черепашки-ниндзя»? Хотите посмотреть умное авторское кино с блистательными актерами? Киномания посмотрела большой всплеск. Ненавижу этот звук. Да. Ха-ха! Я вас нашел! Рок-звезда Мариана Лейн и ее бойфренд Пол наслаждаются отдыхом на юге Италии. Островную идиллию пары нарушает визит Гарри, бывшего любовника Марианы и его взрослой дочери Пенелопы. Легкомысленная игра, невинный флирт, настоящая страсть и всепоглощающая ревность обернуться для героев смертельной опасностью. То, насколько сильно люди любят играть с огнем, лучшим образом демонстрирует фильм «Большой всплеск». Тонкое европейское кино с неспешным повествованием, красивыми итальянскими пейзажами и роковой кульминацией. Любовный квадрат исполняет Рэй Файнс, Тильда Суинтон, Матис Шонерс, Дакота Джонсон. Их шикарная актерская игра как раз-таки одна из самых сильных сторон фильма. Фильм точно оценит любителей арт-мейнстрима, а также те, кто устал от тупых пошлых комедий и банальных мелодрам. Киномания рекомендует. «Большой всплеск» уже в кино. Мы были друзьями, братьями. Будем драться. Просто замолчи. Мир еще не готов к твоей правде. Зачем пол в твоей жизни? Сейчас. Ты не заслуживаешь ни одной из них. Я влюбляюсь в каждую красивую штучку. Ты не хочешь этого делать. Я люблю тебя. Ты безбашенный. Мы все безбашенные. В этом и фишка. Она женщина века. Теперь я знаю, что натворил. В начале мая в онлайн кинотеатрах для просмотра стала доступна отличная комедийная мелодрама Кристиана Дитера в активном поиске. Куда собралась? Домой. Я знаю расставаться отстойно, но знаешь, что хуже? Тухнуть в ночном Нью-Йорке. Давай-ка я научу тебя ловить кайф. Сгоняй за выпивкой. Ладно. Нет, платишь не ты, платят парни. Кошелек оставь. Ладно. За счет придурка. Устав от жизни со своим бойфрендом, Элис уходит от него, переезжает к старшей сестре Мэг, находит новую работу и обзаводится новой подругой Робин. Последняя оказывается страстной поклонницей ночных отжигов и пытается втянуть Элис в свою безумную жизнь, хотя та предпочитает чинные и продолжительные отношения к пьяным знакомствам на вечеринках. В активном поиске, или как он называется в оригинале «Как быть одиноким», рассказывает нам истории нескольких человек в Нью-Йорке, каждый из которых по-своему справляется с одиночеством и ищет себя в большом яблоке. В активном поиске открывается как неглупый жизненный фильм, показывающий множество житейских ситуаций и здоровски раскрывающий своих персонажей с самых разных сторон. Достаточно нестандартный, но логичный финал фильма расставляет точки над каждой из историй. и в определенной степени заставляет зрителя задуматься. Отвязанный саундтрек, красивые пейзажи Нью-Йорка и, конечно же, классные шутки будут сопутствовать вам в течение всего просмотра, после которого у вас останется приятное послевкусие. Если Том напишет, ждешь 4 часа. Ответишь с эмоджи, ударю в сиську. Отдай! Эмоджи! Прелесть свободы в том, чтобы ей наслаждаться. Прекрати немедленно! Хоть сделай вид, что ухаживаешь за собой. Чего? У меня вообще там нет волос. Ноги сдвинь, я из-за этого перестала смотреть женские сериалы. Это как Том Хэнкс в изгое. Нет времени сходить в кино? Ничего страшного. В сети стали доступны экранки следующих фильмов. Черепашки-ниндзя 2, Люди Икс, Алиса в зеркале, Варкрафт. А фильмы с соседей на тропе войны 2, Мобильник, Мой парень киллер, Пеле, Рождение легенды, которые выйдут в кино только в июле, уже доступны в HD качестве. Приятного просмотра! Девушка в поезде. Бестселлер номер один в 2015 году по версии New York Times. Признаюсь, книга крутая. Вот и подоспелая экранизация. Смотрим трейлер недели. Однажды учитель заметил, что я умею перевоплощаться. Словно у меня есть тайна, которую никто не знает. Я видела ее из окна поезда. А рядом был мужчина. Секунда и все. Это она? Где вы находились в пятницу вечером? В городе. Потом решила заехать к мужу. К бывшему мужу. Насколько я понимаю, исчезнувшая девушка работала няней в его новой семье. Рэйчел, прошу, не вмешивайся. Так чем же вы занимались ночью в течение этих нескольких часов? Не знаю. Будто провал в памяти. Что произошло тогда в туннеле? Скажи мне правду. Вас видели там. Вы убили Мэган Хиппфелл? Нет. Что привело вас ко мне? Я сама себя боюсь. Девушка в поезде Девушка в поезде в кино с 27 октября. Это была Киномания. Увидимся на последнем ряду кинотеатра. Субтитры делал DimaTorzok